здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня я хочу рассказать о том что такое корреляция мы часто слышим это слово что там коррелирует николин не коррелирует что-то между собой что же это такое корреляция это связь между различными событиями или явлениями или какими-то параметрами в принципе вот так но смотрите например если я шел шел и упал и в результате у меня появился ушиб значит между этими двумя событиями я упал и у меня ушиб есть четкая связь потому что одно следует из другого но всегда ли следует одно из другого ну например я мог упасть и не получить уж ушиб не так ли то есть я получаю ушиб с какой-то вероятностью и эта вероятность возрастает например если я падаю на что-то твердое не так ли теперь смотрите дальше если я получил ушиб если я зашел упал получил ушиб то с большой вероятностью я пойду значит в аптеку покупать какую-то массу тут от ушибов не так ли да и ну например да ну это такой вот частный случай да то есть если если я падаю то значит напрямую вероятность того что я получаю ушиб возрастает вот это и есть корреляция между этими двумя событиями но как это можно использовать но например смотрите ну во первых можно манипулировать этими данными например если я градоначальник то я говорю что я решил побороться с травматизмом на дорогах поэтому я решил значит чтобы люди снизить травматизма на улицах то я решил полностью к чертовой матери убрать все все асфальтовые покрытия и искать чтобы грязь была чтобы люди падали в грязь и они тогда не будут руки ломать и ноги машины по и при этом будут ездить еле-еле поэтому никто не будет никого сбивать вот а чтобы люди в гололед не падали и не разбивались то же самое я просто не буду чистить снег и поэтому люди будут падать сугроба и все будет шикарно ну это шутка на самом деле вот но как это можно использовать и как это используется для того чтобы зарабатывать деньги а вот смотрите например мы наблюдаем какое-то явление смотрите да ну скажем акции да и от чего зависит цена на акции цена на акции зависит от на уровня спроса и предложение есть спрос есть предложение вот и например недвижимость есть спрос на недвижимость есть предложение но спрос должен быть платежеспособный то есть люди у нас живут например очень очень плохо в ужасных условиях и у них нет денег и тут в 2000 там первом году путин говорит я решил облагодетельствовать людей и запустить программу ипотечного кредитования что это значит это значит что мы будем людям давать кредиты на покупку жилья и платежеспособный спрос резко увеличивается а предложение то есть строительные фирмы жилья то это больше не стало что от этого будет цены на жилье начнут расти неминуемо то здесь вот но не надо быть ну каким-то вот правительством что сказать что если путин говорит что мы запускаем программу ипотечного кредитования без увеличения предложения то соответственно как это будет повлиять на цены цена на недвижимость вырастут и они начали расти после того как цены начали на недвижимость расти что будет строительные фирмы получают сверхприбыли что получается куда эти сверхприбыли идут на взятки чиновникам во первых это сказать очень большая часть и вторая часть это стройматериалы не хватает стройматериала для того чтобы строить жилье и поэтому начинает что дорожать цемент начинает дорожать то есть начинает цемент дорожать и поэтому когда путин объявляет например о том что он запускает программу ипотечного кредитования то наверное после этого по увеличится в цене акции сначала строительных компаний то есть надо заниматься строительством жилья ну а если мы например в развитой экономики то надо покупать акции компания которые занимаются строительством жилья а во вторых акции компаний которые занимаются производством стройматериалов и акциями компании которые занимаются добычей но скажем цемента и или покупать фьючерсы на цемент вот такие вот корреляции и посмотрите в чем дело вот эта корреляция, она с задержкой во время идет. То есть Путин объявляет о введении программы ипотечного кредитования. Что после этого произойдет? Годная уйдет для того, чтобы разработать все нормативные акты, чтобы банки начали потихонечку выдавать кредиты. Год, два, три. Но цена потихонечку пойдет в рост. И вы видели, что недвижимость росла буквально 10, даже больше лет. Она росла до 2011 года. И это было самое лучшее вложение до 2011 года. В долларах она росла. А потом рост прекратился. Потом она уже перенасыщенный рынок. И в этот момент как раз люди начинают, многие говорят, что все, ребята, самое лучшее вложение это недвижимость. Вот в этот момент как раз надо ее продавать, потому что рынок перегрет, потому что все. Когда начинают уже простые граждане вкладываться, но граждане для чего существуют? Для того, чтобы их стричь. Поэтому надо что делать? Надо предусматривать, предсказывать вот эти события, что, зачем будет идти. И надо делать инвестиционные решения сразу, а не потом, когда мы видим уже результат. Вот. И для этого в развитой экономике, например, в США существуют целые институты, буквально, которые публикуют различные данные. И есть ученые-экономисты, которые, ну скажем, защитили диссертацию по той или иной теме. И вот сейчас я включил, опять же, свой любимый финвиз. Здесь акции компаний S&P 500. И здесь есть отрасли. Technology, Financial Services, Consumer Goods, Basic Materials, Health Care, ну и так далее, и так далее. Смотрите, что происходит. Если, скажем, вот есть какой-то вот экономист, который защитил какую-то докторскую диссертацию, и он говорит, что если мы посмотрим на количество заявок на пособия по безработице, то если количество заявок на пособия по безработице снижается, это значит, что безработица низкая, это значит, что люди все заняты, значит, что они получают хорошую зарплату, это значит, что это значит то, что они пойдут покупать потребительские товары. И вот это значит, что вот этот вот сектор, Consumer Goods будет подниматься через какое-то время, значит, он чувствует себя хорошо, значит, акции этих компаний, вот этого сектора, надо покупать. И он собрал эти данные там по регионам, по городам, по каким-то крупным. Он говорит, посмотрите, если мы соберем эти данные, вот значит, здесь пособие по безработице снижается, и мы видим, что через вот строго определенный промежуток времени, он составляет там матрицу ковариации, и значит, здесь, здесь, через какое-то время, и задержка по времени есть. То есть мы можем на этом, на основе этого, принимать инвестиционные решения, вот для чего все эти данные. И это данные только, например, о пособиях по безработице. А другой говорит, а давайте-ка мы посмотрим на индекс, который... Вот я решил посчитать вот такой индекс. Сейчас. Менеджеры, которые занимаются закупкой материалов от больших компаний, он начинает прозванивать, собирает эти данные, значит, данные собирает в какую-то, значит, табличку, составляет тоже матрицу ковариации, и говорит, что индекс уверенности менеджеров в производственном секторе возрастает, усиливается, и в зависимости от этого индекса через какое-то время акции в той области промышленности начинают расти. Индекс потребительской уверенности, индекс надежности, индекс загруженности промышленных предприятий, например. Да, и тогда акции металлургических компаний, например, начинают расти. Понимаете? И вот для чего вся эта вот катавасья, все эти статистические данные, которые мы видим, мы видим, индекс PMI там увеличился, значит, там был 51,72, стал 52,35. Что это значит? А это значит, что люди побежали покупать, то есть увеличивать акции в определенной области, в определенном секторе индекса. Понимаете? Вот, но вот что такое корреляция и как ее используют. Ну, в данный момент корреляция очень простая. Вот посмотрите, вот здесь вот явно видно, что весь индекс S&P 500 практически красный, но часть из них, часть из них, вот она вот, вот эта часть, что это такое? Это небольшие нефтяные компании США, сланцевая нефть. Они были страшно закредитованы. Страшно закредитованы. И, а нефть не растет, нефть не растет, им надо расплачиваться с кредитами, а нечем. И что, если нечем расплачиваться с кредитами, а срок подходит, что будет? Будут банкротства компании. Что это значит? Это значит, что компании не смогут рассчитаться с кредитами. Что это значит? Это значит, что банковский сектор может упасть. Трамп очень заботится о своих нефтяных компаниях, поэтому он говорит, а давайте-ка бабахнем ракетой по иранскому лидеру, для того, чтобы помочь предотвратить крах банков США, потому что они останутся без денег. Вы думаете, что между этими событиями нет корреляции? Ребята, она есть. Посмотрите, вот она, зеленая. Conoco Philips, зеленая. EOC Resources, зеленая. Occidental Petroleum Corporation, зелененькая. HES Corporation, ну это independent, независимые нефтяные компании. Понимаете? Вот они. Что еще подорожало? Ну, опасность войны возникает. И вот она. Aerospace Defense Production. Northport Grumman Corporation. Оборонка пошла вверх. Посмотрите, как пошла. Посмотрите на эти акции. Для чего это сделано? Они были, наверное, закредитованы. Lockheed Martin. Пожалуйста, вверх. Самолеты. Вот. Поэтому корреляция – это великая вещь. За ней надо следить, надо думать. И надо думать на два-три шага вперед. Вот именно поэтому я говорил, что, смотрите, индекс S&P увеличивается. Трамп объявляет, что с Китаем будем договариваться, значит, и китайские индексы растут. Это значит, что спрос на нефть растет. То есть спрос на нефть, понимаете, растет. Значит, что еще нужно? Нужно предложение опустить. Каким образом? Бабахнуть по Ирану. И все, нефть вырастет. И это решит массу проблем. И еще один момент, например, да? По газу. Америка строит заводы по сжижению газа. Но для того, чтобы довести газ из Америки до Европы, ну, как-то вот дороговатый газ получается. Конечно, Европе выгоднее покупать российский газ. Поэтому надо убедить Европу, что американский газ лучше. Как ее убедить? В том, что Россия подрывает энергонезависимость, энергобезопасность Европы. Да блин, ребята, какая энергобезопасность? О чем вы беспокоитесь? Вы беспокоитесь о своих деньгах, ни о чем больше. Вот и все. И поэтому бабах эти санкции против Северного потока-2. Америка заботится о Европе. Надо же! Они заботятся о своих деньгах, друзья мои. Вот. Надо видеть корреляцию между различными событиями. Надо видеть вот эту связь. И если мы не можем на нее подействовать, то мы можем пользоваться этими вещами. Использовать просто, видеть вот эту корреляцию. Поэтому корреляция такая великая вещь. Я надеюсь, что это видео было полезно. Напишите, пожалуйста, полезны ли такие видосики. Значит, как вы считаете, интересны они для вас или нет. Поставьте лайк или дизлайк, если они вам не интересны. Без проблем. Комментируйте. Мне очень интересно ваше мнение. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.